В 2019 году Агентство аграрного кредитования и развития увеличило свой кредитный портфель до 118 миллионов монатов. Об этом в рамках подготовленного годового отчёта заявил председатель агентства Мирзалиев. По его словам, общий объём инвестиционного портфеля «Структура» за 2019 год составил 132 миллиона монатов, в числе которых кредиты и субсидии на общую сумму в 90 миллионов монатов. «Основной объём инвестиций был направлен фермерами на закупку сельхозтехники и скота. Фермеры приобрели около 4000 единиц техники и около 4500 голов скота. Все кредиты и субсидии на покупку необходимой техники и скота фермеры получили на основе льгот, предоставляемых государством. В 2020 году кредитный портфель агентства продолжит расширяться». Ещё одним из основных проектов агентства аграрного страхования и развития в 2019 году стало повышение уровня финансовой и профессиональной грамотности среди молодых фермеров. Так, в регионах страны для 400 молодых людей были проведены тренинги, а также создано более 950 рабочих мест. «В 2020 году с целью поддержки фермеров 50% от обязательного аграрного страхования будет выдаваться государству. Сопоставляя цифры и факты, мы видим, что можем ещё больше расширить сферу деятельности, охватывая ещё большее количество фермеров. В этой связи в 2020 году мы планируем субсидировать и кредитовать фермеров посредством онлайн-платформы «Эктис». Послама Мирзалиева, агентство сразу же после новогодних праздников будет готово начать принимать заявки на субсидирование в онлайн-формате. В системе «Эктис» уже зарегистрировано около 440 тысяч фермеров, из которых около 300 тысяч в онлайн-формате сообщили о бассейнх посевах. Субсидии фермеров будут перечисляться на специальные так называемые фермерские карты. Ожидается, что в ближайшее время фермерам по всему Азербайджану будет выдано около 400 тысяч карт. Фуат Байрам Феруз Рагимов, CBC